Открывание банки с газировкой грозит неприятным и липким сюрпризом, если вы не будете с ней осторожны. Вместо того, чтобы резко нажимать на клапан, рискуя получить газированный фонтан, сначала аккуратно приподнимите колечко, пока не услышите характерный звук «Пшшшш». Это даст вам знать, что избыток СО2 вышел на волю. Затем поверните колечко на 180 градусов и потяните его вперед и вверх. Тонкий алюминий сломается, и вам останется только вставить соломинку в отверстие и наслаждаться напитком. Кстати, такой способ еще и более гигиеничен. Вместо того, чтобы проталкивать кусок металла внутрь банки, вы будете его отрывать. Если у вас есть домашнее животное или вы очень волосатый человек, вам знакома проблема шерсти, остающаяся на одежде после стирки в стиральной машине. В следующий раз перед стиркой положите в барабан несколько влажных салфеток. В процессе стирки они соберут все волосы и пух. Трех салфеток более чем достаточно. Однако есть некоторые правила, которые нужно соблюдать. Не используйте ароматизированные влажные салфетки, так как ваша одежда, скорее всего, впитает запах. Если других у вас нет, добавьте немного кондиционера для белья, который нейтрализует запах. Кроме того, влажные салфетки должны быть достаточно прочными, чтобы не порваться в стиральной машине. Иначе у вас появится еще одна проблема. И, наконец, не стоит класть одни и те же влажные салфетки в стиральную машину дважды. Они теряют свои свойства после первого раза. Хотите полакомиться мороженым, но после морозилки оно твердое, как камень, и вам приходится ждать, пока оно немного согреется. Знакомая неприятность. Чтобы этого избежать, положите контейнер с мороженым в пакет на молнии. Удалите из него весь воздух и плотно закройте, прежде чем класть в морозильную камеру. Так мороженое останется мягким, и вы сможете полакомиться им в любой момент. А еще оно не наберет посторонних запахов, что тоже приятно. Еда в морозильнике чрезмерно твердеет, когда ледяной воздух соприкасается с продуктами. Пакет на молнии не допустит к мороженому воздух и предотвратит эту проблему. Однако, если лакомство все равно кажется вам слишком твердым, окуните ложку для мороженого в горячую воду на секунду. Теперь вам будет легко достать мороженое из упаковки. Капкейки очень вкусные, но с ними связано одно разочарование. Самая вкусная часть, глазурь, находится только сверху. Мало того, что вам придется выбирать, съесть ли ее сначала или оставить на потом, так еще и нос может весь перепачкаться в креме. Чтобы избежать этого сложного выбора, достаньте капкейки-забертки. Отломите нижнюю часть и положите ее поверх глазури, сделав своеобразный сэндвич. Так вы сможете получить глазурь в каждом кусочке. Если вам не нравится складывать одежду, попробуйте сворачивать ее в рулоны. Сворачивание в рулон футболок, брюк, пижам и повседневной одежды сэкономит много места в вашем чемодане или шкафу, а также защитит их от складок. Таким образом, когда вы достанете футболку, вам не придется ее гладить или отпаривать перед ноской. Единственный минус – этот метод не подходит для формальной одежды, такой как рубашки или костюмы, и объемных вещей вроде свитеров. Формальные вещи помнутся, а свитера займут еще больше места, чем если бы вы их сложили. Вместо того, чтобы резать арбуз на ломтики и пачкаться его соком, разрежьте его поперек, сделав арбузные палочки. Или если вы делите арбуз с одним человеком, просто разрежьте фрукт пополам и ешьте ложкой. Чтобы сохранить остатки на потом, заверните их в полиэтиленовую пленку и положите в морозильник. Это также отличный способ приготовить кубики льда со вкусом арбуза для освежающих напитков. Кстати говоря, кофе со льдом – отличный способ начать день, когда на улице слишком жарко для горячего кофе. Но обычные кубики льда разбавляют напиток, поэтому приготовьте кофейные кубики заранее, чтобы не потерять ни капли вкуса. Просто налейте немного кофе в лоток для льда и поставьте его в морозилку. Или вы можете сделать то же самое с молоком или сливками, чтобы сделать ваш кофе менее крепким. Ваша кухонная губка может служить импровизированным пакетом со льдом. Намочите ее и положите в водонепроницаемый пластиковый пакет, не отжимая. Убедитесь, что пакет хорошо прилегает к губке и внутри не скапливается вода. Затем положите губку в морозильную камеру на некоторое время. Замерзшая губка будет долго удерживать холод. Силикагель отлично впитывает влагу и запахи, именно поэтому небольшие пакетики с ним кладут в коробки с обувью. Не выбрасывайте их. Вы можете использовать их для сушки обуви, если она промокла во время носки, а также для того, чтобы избавиться от запаха пота. Вместо того, чтобы бросать новую одежду в стиральную машину в первый раз и надеяться на лучшее, обратите внимание на кусочек ткани, который обычно прилагается к покупке. Вы же его не выбросили. Конечно, нет. Положите его в стиральную машину вместе с другой одеждой и запустите цикл, рекомендованный производителем. Когда вы достанете этот кусочек, вы увидите, не испортился ли он. Это гораздо лучше, чем рисковать новой вещью. Обратите внимание на маленькую петельку на задней стороне рубашки, когда в следующий раз возьмете ее в руки. Если у вас нет под рукой вешалки, чтобы повесить рубашку, эта петелька пригодится, чтобы повесить вещь на какой-нибудь крючок, не испортив воротник. Солнцезащитные очки нужны не только в жаркие летние дни. Они пригодятся и зимой. В ясный морозный день солнце отражается от снега, и глазам приходится еще тяжелее, чем летом. На самом деле солнцезащитные очки изначально изобрели именно для того, чтобы защитить глаза в зимних условиях. Если вы оторвете кончик от пакета с сахаром, чтобы подсластить кофе, сахар, скорее всего, попадет куда угодно, только не внутрь чашки, где ему и место. Лучше возьмите пакетик обеими руками и, держа его над чашкой, надавите большими пальцами в центр. Упаковка разломится пополам, и сахар высыплется туда, куда нужно, вплоть до последнего сладкого кристаллика. Держать в руках прохладную бутылку газировки в жаркий летний день приятно, но еще приятнее, когда прохладный напиток попадает внутрь вас. Верно? Чтобы он не нагревался слишком быстро, держите бутылку за длинное горлышко. Оно поглотит тепло вашей руки, сохранив напиток прохладным. Кухонные ножницы часто имеют зубчатое отверстие между ручками, что очень удобно, когда вам нужно снять листья с тимьяна или розмарина. Больше не нужно срывать листья вручную. Кроме того, его можно использовать в качестве открывалки для бутылок, хотя это немного сложнее. Чтобы сок не выплескивался из коробки, когда вы наливаете его в стакан, переверните ее наоборот. Отверстие должно смотреть в противоположную от стакана сторону. Или, если вы уверены, что после открытия коробки вам не придется убирать ее в холодильник, сделайте небольшой надрез на другом конце верхней части коробки. Сок плюется из-за воздуха, который задерживается внутри упаковки, когда вытекает сок. Вы устраните эту проблему, выпустив его через дополнительное отверстие. Если вы случайно помяли важный документ, положите его в принтер, откройте на компьютере пустой документ, напечатайте точку белым шрифтом и отправьте документ в печать. Пройдя через принтер, бумага снова станет идеально гладкой.